Самолет Аэропортов Аэропорт 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 Пожалуй, это один из самых известных опасных аэропортов во всем мире, поскольку почти каждый из нас видел в сети фотографии, на которых самолет совершает посадку буквально над людьми, отдыхающими на пляже. Многие, возможно, думали, что это фотошоп, однако это не так. Аэропорт принцессы Юлианы, расположенный на острове Святого Мартина в Карибском море, действительно имеет уникальную черту. Торец взлетно-посадочной полосы аэропорта расположен прямо на морском берегу, сразу за пляжем Маха. Так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом полосы. Чтобы приземлиться в одном из самых оживленных аэропортов Карибского бассейна, пилоты пролетают низко над пляжем, пересекают забор, пролетают над дорогой, а затем, наконец, приземляются. Кстати, такой низкий заход на посадку обусловлен не только тем, что полоса находится вплотную к пляжу, но и тем, что сама полоса очень небольшая. Ее длина составляет около 2200 метров, чего едва хватает для больших лайнеров. С точки зрения авиации, взлет и посадка в аэропорту принцессы Юлианы имеют высокую степень сложности, что в купе с уникальным заходом на полосу делает этот аэропорт одним из самых опасных в мире. Номер 3. Международный аэропорт Криштьяну Роналду Этот аэропорт, названный в честь одного из лучших футболистов современности, находится в родном регионе Криштьяну – Мадейре, Португалия. Ранее аэропорт назывался Международный аэропорт Мадейры. Изначально он был оснащен двумя полосами протяженностью в 1600 метров, но после катастрофы 1977 года инженеры удлинили полосы на 200 метров, осознав, что первоначальной длины недостаточно для маневров. Впоследствии рабочие удвоили полосу еще вдвое, разместив ее часть на высоких опорах. Ввиду этого ВПП напоминает мост или виадук. Сам аэропорт зажат между горами и океаном, поэтому перед заходом на посадку пилот должен сначала направить самолет на горы, а затем резко повернуть в сторону полосы. Ввиду того, что аэропорт в Мадейре требует от пилотов выполнения сложнейших маневров, его нередко включают в десятку опаснейших аэропортов мира. Номер 4. Матикани в королевстве Лисото Полоса Матикани долгое время являлась одним из главных транспортных узлов королевства Лисото, которое представляет собой государство-анклав в Южной Африке. В то же время Матикани был одним из самых опасных аэропортов во всем мире, если так вообще можно сказать об отдельной полосе. Взлетно-посадочная полоса здесь расположена на краю ущелья. Во время взлета лайнер сначала пикировал на 600 метров вниз и лишь потом начинал полет. К счастью, в 2009 году в целях безопасности аэропорт был закрыт для местных и международных авиаперевозок, однако он продолжает использоваться для частных рейсов малой авиации, в том числе благотворительными организациями и врачами для оказания помощи жителям деревень, находящихся в этом районе. Номер 5. Танконтин Международный аэропорт Танконтин служит главным аэропортом для прилетающих и вылетающих из Тенгуси Гальпы – столицы Гондураса. Несмотря на то, что Танконтин обслуживает столицу государства, он является одним из самых опасных аэропортов в мире. Уже известный вам канал History Channel поставил его на второе место в списке опаснейших аэропортов планеты, и на то есть несколько причин. Во-первых, взлетно-посадочная полоса находится в долине, окруженной горами, что снижает зону видимости пилотов. Из-за рельефа местности маневр разворота выполняется на низкой высоте. Во-вторых же, вход и выход для самолетов находятся в одном месте, то есть теоретически взлетающий и совершающий посадку самолеты могут запросто столкнуться. В-третьих, длина полосы едва превышает 2 километра, что недостаточно для безопасного взлета, посадки и маневрирования. К сожалению, это не могло не аукнуться, поэтому в аэропорту произошло два инцидента. В 1989 году Boeing 727-200 врезался в гору при заходе на посадку, а в 2008 году самолет авиакомпании TASA соскользнул с взлетно-посадочной полосы и врезался в набережную, уничтожив несколько автомобилей. Тем не менее, несмотря на эти катастрофы и все вышеперечисленные факторы высокого риска, крупногабаритные Boeing продолжают ежедневно прилетать в этот опасный аэропорт. Номер 6. Куршевель Куршевель – это не только известный французский горнолыжный курорт, но и публичный аэропорт в том же регионе, который считается одним из самых опасных на всей планете. Впрочем, это не мешает ему обслуживать богачей, приехавших покататься сюда на лыжах. Аэропорт расположен во французских Альпах прямо на обрыве одной из гор. Ключевая опасность заключается в очень короткой взлетно-посадочной полосе, длина которой составляет всего 525 метров. Вдобавок, ее угол наклона составляет 18,5%, а на самой полосе не установлена система ELS, что сильно ограничивает функциональность аэропорта при тумане. Это значит, что пилотам всеми силами нужно постараться посадить самолет с первой попытки, чтобы избежать падения в пропасть. Безусловно, аэропорт не обслуживает крупногабаритные лайнеры. Вместо них здесь осуществляют взлет и посадку кукурузники, небольшие бизнес-джеты и вертолеты. Кстати, аэропорт Куршевель успел засветиться в 18-м фильме о Джеймсе Бонде под названием «Завтра не умрет никогда». По сюжету фильма, агент 007 совершает посадку на самолете именно на эту опасную полосу. Номер 7. Аэропорт Паро Аэропорт Паро – это один из двух аэропортов в Бутане и единственный с асфальтовым покрытием ВПП. Он расположен в шести километрах от города Паро на высоте более двух километров в долине одноименной реки. Пару представляют сразу две опасности. Во-первых, у него очень короткая взлетная полоса длиной в 1980 метров. А во-вторых, полоса окружена острыми гималайскими вершинами высотой в пять километров. Такие особенности требуют высокого профессионального мастерства от пилота. Кстати, считается, что всего восемь пилотов в мире достаточно квалифицированы, чтобы совершать взлет и посадку в этом опасном аэропорту. И, наконец, чтобы вы поняли всю опасность Паро, по слухам, пассажиры, отважившиеся в нем приземлиться, нередко пьют успокоительные после посадки, чтобы успокоить нервы. Номер 8. Гибралтарский аэропорт Гибралтар – это заморская территория Великобритании, находящаяся на юге Пиренейского полуострова. Помимо красивых пейзажей и Гибралтарской скалы, в которой вы можете найти множество потайных туннелей и руин древних крепостей, Гибралтар может также похвастаться одним из самых необычных и опасных аэропортов на Земле. Пожалуй, это единственное место в мире, где водитель, решивший проскочить на желтый сигнал светофора, может врезаться во взлетающий Боинг. А все дело в том, что территория Гибралтара составляет всего 6,5 квадратных километров. И вследствие нехватки площадей, единственная взлетно-посадочная полоса Гибралтарского аэропорта проложена таким образом, что она пересекает самое оживленное и главное шоссе страны – Уинстон-Черчилль-Авеню, образуя с ним один из самых необычных перекрестков в мире. Таким образом, каждый раз, когда здесь взлетает или приземляется воздушное судно, автомобили должны остановиться и пропустить его. Помимо этого, другой опасностью в этом месте является ветреная погода, которая частенько усложняет и без того нелегкую задачу пилотам. Номер 9. Аэропорт Густав Третий Небольшой аэропорт Густав Третий расположен на Карибском острове Сен-Барталами. Его нередко включают в топы опаснейших аэропортов на Земле за счет ее необычной взлетно-посадочной полосы. Во-первых, она наклоненная, очень короткая и имеет протяженность всего в 650 метров. Ввиду этого, она может обслуживать только мелкие самолеты. Во-вторых, полоса расположена практически перпендикулярно побережью, поэтому у пилотов, которые заходят на посадку, невольно создается ощущение падения в море, что сильно их отвлекает. Помимо этого, коридор, в котором была построена взлетно-посадочная полоса, невероятно узок, поэтому при посадке самолеты приближаются очень близко к склонам возвышенности прилегающей территории, а также рискуют провалиться в океан. Наконец, сам взлет и посадка осуществляется практически над головами у отдыхающих на пляже, что роднит Густава III и аэропорт принцессы Юлианы. Видимо, между островами Карибского моря ведется соревнование за звание самого опасного и экстремального аэропорта. Номер 10. Нарсарсуак. Нарсарсуак – это международный аэропорт, расположенный в одноименном поселении на юге Западной Гренландии. Он является не только одним из самых опасных аэропортов планеты, но и настоящей исторической достопримечательностью. Первоначально аэропорт имел исключительно стратегическое значение, а сегодня он является единственным международным аэропортом Гренландии. Его особенность заключается в том, что он расположен среди многих фьордов, то есть морских заливов с отвесными скалами. В этом и кроется опасность аэропорта. Чтобы приземлиться, пилотам нужно лететь вдоль фьордов, боясь попасть в турбулентность, которая бывает здесь даже в безветренные дни. Помимо фьордов, опасность представляет сильный порывистый ветер, а также относительно небольшая взлетно-посадочная полоса, длина которой составляет всего 1830 метров, чего явно не хватает для крупных лайнеров. Тем не менее, за неимением других подобных аэропортов в Гренландии, Нарсарсуак продолжает оставаться неизменным транспортным узлом государственного масштаба. Ну а на этом все. Надеюсь, этот выпуск был интересным и полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши ядерные выпуски. Также советуем вам посмотреть другие ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр!